Идея в этом заключается, что этот выбор не то, что жену выбрать. Это гораздо сложнее. Поэтому никуда не надо торопиться. Если у вас стоит выбор, жениться или нет, надо жениться. А если стоит выбор традиции, тогда не надо ничего выбирать. Если у вас стоит выбор традиции, значит выбирать ничего не надо. Вот человек, когда он определяется в вере своей, у него нет выбора. Никакого выбора не стоит. То есть он знает точно, ему надо идти этим путем. Выбора нет никакого. А если вопрос от молитвы стоит, мне хочется... А вот запросто можете эту пробовать читать. Вы не знаете, у вас свою веру. У вас нет своей, вы не знаете ее. Потому что еще раз повторяю, если человек знает свою веру, у него не стоит вопрос, как молиться. И там знание своей веры бывает еще разных стадий. Есть такие стадии, когда человек может любой вере молиться, его вера от этого ни на сколько, ни на йоту не пострадает. Потому что в этом случае он принимает весь мир, в котором он живет. Он может так помолиться Богу, так. Но его вера и его молитва от этого никуда не денутся, понимаете? То есть это глубокое отношение уже с Богом. Но на ранних стадиях отношений можно пробовать разные варианты. Что вам в сердце придет, то и будет. Понимаете? Изучайте Священное Писание разное. То есть и там, и там можно, да? Изучайте, потому что это тоже по Священным Писаниям надо Бога выбирать. Людям тоже общайтесь с наставниками разными. Но если вы заметите, что кто-то вас куда-то тянет, и он, ну как бы, он, с одной, два признака есть неквалифицированного человека. Первый признак, он тянет, выбирает эту веру. Второй признак, он ругает другие Священные Писания. Это признак неразвитого человека просто. Духовно неразвитого. Потому что духовно развитые люди, они понимают, что Господь есть и там, и здесь. Конечно же, они понимают, что больше всего Господь там, потому что Господь высвечивает истину человеку всегда, только в одном направлении, глубоко. Только в одном. Не будет нас путать. Вот. Но как бы не признавать других Священных Писаний, это просто неразвитость. Надо просто увидеть, что там находится та же самая истина. Просто по-другому дается, и все. Извините. Я буду на этом настаивать в своих лекциях, как бы меня за это ни критиковали. Потому что у меня есть опыт, у меня есть друзья в разных Священных Писаниях, в разных традициях, которые так же точно считают. Но при этом не собираются менять свою веру. И я глубоко убежден, что это правильный путь, особенно в современном обществе. Потому что раньше были другие культуры, были монокультуры буквально сто лет назад. И как бы вот эта вот монокультура, она дает вот такое представление, что вот только так и все. И это хорошо тоже было тогда. Но сейчас нет монокультуры вообще нигде в этом мире. Даже Турция там уже совсем была закрытая страна с точки зрения веры. Сейчас тоже там много разных традиций появляется в этой стране. И так далее. То есть, поэтому если люди не будут уважать другие веры, просто по-настоящему, не просто говорить об этом, по-настоящему уважать, то не будет мира на земле. Понимаете, в основном же политические все вот эти механизмы, они через веру действуют. То есть, если это не наша вера, ну тогда убивай. Как бы, понимаете, такой механизм. И человек может ради веры все что угодно делать. Поэтому само представление о том, какие отношения между традициями строить, это принципиальный вопрос. И этот вопрос человечество решит однозначно. Именно в пользу глубокого уважения других традиций. Не в пользу типа «Вы сектанты, вы иноверцы, вы глупцы, вы негодяи». И именно на этом основании ты не можешь быть ни врачом, ни кандидатом наук, ни просто нормальным человеком, просто потому, что у тебя другая вера. Это мышление никогда не приведет к успеху. Сто процентов. Никогда и никого. Я уверен, убежден в этом. Но другое мышление, уважение к другой традиции духовной. Не умаляет веру человека, в котором он находится. Не делает слабее его традицию. Не делает слабее единство народа. Не делает это все ничего. Наоборот, это укрепляет. И улучшает отношения. И уважение к той вере, которая уважает другие традиции, крепнет с каждым днем всегда. Это однозначно. Это сто процентов так. Это мое глубокое убеждение. Я сейчас вижу разные настроения в разных традициях духовных. И вот это настроение мне больше всего нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!